Недавно прозвучала одна из самых важных новостей десятилетия, хотя вы, возможно, даже не в курсе. The Wall Street Journal сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает возможность продажи нефти Китаю за китайскую валюту, а не за доллары. Почему это так важно? Казалось бы, какая-то новостишка из мира финансов. Но дело в том, что это означало бы конец нефтедоллара. Нефтедоллар — один из ключей к богатству Соединенных Штатов. Почти полвека Саудовская Аравия торговала нефтью исключительно за доллары США, и это одна из главных причин того, что в США самый высокий уровень жизни среди всех больших государств. Хотя наш производственный сектор давно рухнул. Может быть, вы задавались вопросом, как так вышло? Почему мы до сих пор такие богатые? Вот именно поэтому. Если коротко, нефтедоллары позволяют нашему государству тратить деньги, которых у нас нет. И этими деньгами оплачивается очень многое из того, что мы имеем. Здравоохранение, пенсии, вооруженные силы, да практически все. Как высказался экономист Гэл Лафт в интервью The Wall Street Journal, цитирую, нефтяной рынок, и если взять шире весь мировой рынок сырья, это страховка статуса доллара как мировой резервной валюты. Если вынуть из стены этот кирпичик, стена начнет рушиться. Что за стена? Экономика США. Важная новость может быть даже важнее, чем ввод войск на Украину. Как странно, что мы об этом не говорим. И одновременно с этим другая новость. Китайское правительство решило уязвить нашу и без того расшатанную экономику и снова под предлогом COVID-19. Китайцы ввели локдаун в промышленных городах. В городах, где производятся автомобили Toyota и Volkswagen, печатные платы, кондиционеры, аккумуляторы, телевизоры и, да, iPhone. Почему они это делают? Вам положено думать, что все дело в коронавирусе, который снова загадочным образом распространился в Китае в разгар войны, в которой Китай занимает сторону нашего противника России. Может ли это быть правдой? Трудно поверить. Неужели это делается только из-за вируса? Да, говорят пропагандисты The Washington Post. Определенно, все так и есть. Это точно не торговая война, начавшаяся из-за некомпетентности администрации Байдена в международных вопросах. Мы страдаем не от того, что они не ведают, что творят. Нет, это всего лишь вирус. Эксперт по имени Кэтрин Рэмпелл, например, серьезным видом заявила, цитирую, «Ежедневная заболеваемость ковид в Китае достигла показателей, официально не фиксировавшихся с 2020-го, отчасти из-за низкого процента вакцинированных среди пожилых, плюс из-за относительной малоэффективности вакцин китайского производства». Правительство Китая ответило на вспышки крутыми мерами. Им следовало выбрать Pfizer! Как нам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ